Американские СМИ в противостоянии Трампа с Ираном выиграл Путин Американские СМИ в противостоянии Трампа с Ираном выиграл Путин 8 часов 10 января 2020 года AFP 2019 АТАКИН ЭР Иранцы поджигают американский флаг во время демонстрации против американских преступлений в Тегеране AFP 2019 АТАКИН ЭР Иван Данилов Все материалы Развитие Ближневосточного кризиса, а также скорость, с которой будет, или не будет, происходить эскалация конфликта по линии Вашингтон-Тегеран, едва ли поддается адекватному прогнозированию Слишком много обстоятельств могут измениться очень быстро И слишком много факторов, которые лидеры всех конфликтующих сторон используют для принятия решений, не являются сейчас достоянием гласности Однако все эти ограничения не останавливают наших западных коллег, если анализировать те выводы о действиях США в Ираке и Иране, которые предлагают своим читателям и слушателям американские источники То нельзя не заметить, что с их точки зрения победитель уже определен это Владимир Путин В западном инфополе нет консенсуса по поводу того, каким именно образом Россия извлечет выгоду из американо-иранского конфликта Но заокеанские СМИ предлагают своим читателям очень широкий спектр возможных вариантов, методов и сценариев Справедливости ради нужно отметить, что такая позиция – результат определенной эволюции, то есть первоначальное впечатление в нью-йоркских и вашингтонских редакциях были совсем другие Например, 7 января Агентство деловой информации «Блюмберг», которое не очень любит Дональда Трампа, опубликовало крайне нехарактерный для себя материал, опорным тезисом которого было утверждение Путину «Сейчас нужен план Б по Ирану» Смерть Касима Сулеймани может привести к изменениям в российских расчетах по Сирии, Ирану и Турции Вчера, 16.47 – конфликт США и Ирану Жириновский назвал причину столкновений на Ближнем Востоке Практика оказалась сложнее теории, а апокалиптический для ближневосточных планов России сценарий провалился сразу в двух ключевых пунктах Во-первых, Иран выбрал эдакий хирургический вариант ответных действий, просто обозначив свои военные возможности Во-вторых, администрация Дональда Трампа не стала поднимать ставки и бомбитеранские НПЗ или объекты культурного наследия, то есть в том числе знаменитые мечети, несмотря на призывы влиятельных функционеров Республиканской партии и обещания самого Трампа Проанализировав сложившуюся ситуацию, американские СМИ начали наперебой объяснять читателям, что Россия стала или вот-вот станет едва ли не главным бенефицарами нового витка кризиса на Ближнем Востоке Иногда намекают и на то, что Дональд Трамп фактически помог Владимиру Путину Специализированный журнал Foreign Policy считает, что эскалация конфликта США с Ираном предоставляет Путину новые возможности для достижения двух своих давних целей Подрыв доверия к США и расширение присутствия России на Ближнем Востоке Вчера, 11.58 конфликт США и Ирана Трамп просчитался в ситуации с Ираном, считает членца Федо Оставляя за скобками уверенность американского эксперта в своей способности читать мысли российского руководства, стоит отметить, что для подрыва репутации США в регионе не требуется усилие Москвы или какой-то другой внешней силы Действий самого Вашингтона вполне достаточно Главное не мешать Американское издание The Slate Может себе позволить выражаться более прямолинейно, единственный победитель противостояния США и Ирана-Россия Это кризис, прекрасно подходящий для Владимира Путина Позиции авторов The Slate Более логично и довольно последовательно Они исходят из того, что одним из вероятных последствий убийства Сулеймани станет вывод войск США из Ирака под давлением местных властей А дальше последствия вполне предсказуемы Если в Ираке не будет войск, Соединенным Штатом будет трудно поддерживать военное присутствие в Сирии Эта пустота может дать Москве большое пространство для маневра в регионе По сути, укрепив ее положение в качестве регионального игрока с серьезным политическим влиянием Помимо укрепления позиций России, удар по Сулеймани способствует целям России вбить клин между Вашингтоном и его партнерами А также продвигать глобальное восприятие Соединенных Штатов как непредсказуемых и желающих войны Москве уже удалось подорвать отношения США с ближневосточными союзниками То есть неприятности для США наступят даже в том случае, если они все-таки сохранят в Ираке своих солдат Вчера, 14.26 конфликт США и Ирана пора на мировое агентство Associated Press Фактически указывает на то, что это не Кремль пытается кого-то в чем-то убедить и куда-то привлечь А европейские, и не только европейские, лидеры обращаются к России, вероятно, видя в нашей стране надежного и предсказуемого партнера для диалога Визит Путина во вторник в Сирию символизирует реальность, сформировавшуюся за последние месяцы Американская стратегия на Ближнем Востоке загадка для многих союзников США А Россия более чем готова заполнить любой вакуум Это изменение ситуации во многих отношениях оставило союзников Соединенных Штатов в затруднительном положении Или заставило их обратиться к России в поисках партнера Путин был первым мировым лидером, с которым говорил президент Франции Эммануэль Макрон Узнав об атаке американского беспилотника в пятницу Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель едет в Кремль, чтобы обсудить кризис на Ближнем Востоке Независимо от того, какие предсказания наших западных оппонентов по информационной войне станут реальностью Уже сейчас очевидно, что действия США не находят былой поддержки даже среди самых близких их партнеров На это жалуются и американские официальные лица Но им придется привыкнуть именно к такой ситуации Рано или поздно поведение Вашингтона должно было привести к тому, что все пострадавшие, включая союзников, начнут искать способы дистанцироваться от США И как-то защититься от американского эгоизма, совмещаемого с манья величия, экономическим шантажом и военными авантюрами Эта тенденция окажет самое серьезное влияние на геополитические расклады не только наступившего года, но и следующих десятилетий С заокеанскими экспертами нельзя не согласиться в одном Россия от этого только выиграет